Привет всем! Я очень давно хотел поговорить с этим прекрасным человеком. Познакомились мы с ним случайно, как и со многими моими, в общем-то, приятелями в Москве. Он мне просто написал, смотрел какие-то ролики, мы встретились. И что меня поразило, на самом деле, первое, что он мне сообщил, ну, у тебя понятно, это все оскомину набило, ты это мне раз говорил, но тем не менее, ты же не Путин, тебя не все знают, поэтому надо об этом тоже сказать. Он говорит, я не различаю лиц. Я говорю, как это вообще такое? Ну вот, говорит, есть у меня такая вот особенность моего строения. В общем, мы встретились, и Степа Казарян оказался одним из великих промоутеров современности, потому что он пытается делать не фестиваль нашествия или там, что там, вот это все, а фестиваль боль, который собирает, в общем-то, уже весь цвет такой альтернативной независимой музыки, не только, кстати, из России, но и из рубежа. И плюс еще есть мероприятие Moscow Music Week. Я там даже один раз экскурсию водил для гостей наших дорогих, рассказывал про Термена, про консерваторию и прочее, ну и вообще очень богатый бэкграунд. В общем, но поговорить мы хотим, я лично хочу, вот еще о чем. Поскольку ты очень часто бываешь за пределами нашей необъятной Родины, и ты мне как-то сказал, что на самом деле, я уж не знаю, как сейчас, но буквально недавно был определенный тренд на вот независимую российскую музыку. Вот пару слов хотелось бы об этом. Ну, это действительно так. Этот тренд, он продолжается. Не стоит его преувеличивать. Это не значит, что все жители Западной Европы или там еще каких-то других континентов в единопорыве все рыщут в поисках именно российской или русскоязычной какой-либо музыки. Это, конечно, не так. Тренд, наверное, заключается скорее в том, что среди профессионалов наблюдается определенный интерес. И каких-то там слушателей, каких-то суперпрогрессивных. Ну и, конечно, журналисты. Журналисты – это люди, которые, хошь не хошь, они ищут тренды. Даже если их нет, им надо его выдумать. И да, оно в среде определенных британских, голландских и некоторых других журналистов музыкальных как бы этот тренд существует. Ну, в конце концов, просто в течение последних тридцати лет вообще, ни слуха, ни дух, только группа «Тату» как бы была что-то там на виду. А так, как бы, но в любом случае, она была как единичный случай. Ну и понятно, почему. Ну да, и не могу сказать, что прямо очень сильно именно уделялось внимание тому, что они из России. Плюс они очень быстро перевели свои песни на английский язык, чтобы как бы легче это было все потреблять. А сейчас именно есть интерес к русскоязычным артистам. Практически исключительно к русскоязычным. Но не потому, что они, естественно, по-русски поют, а потому, что это некое новое звучание. Ну, плюс это очень сильно противоречит той картинке, которая им транслируется официальными СМИ. Ну, то есть, особенно это, конечно, чувствуется там в какой-нибудь Канаде или США, где, вот я был недавно в Канаде, и меня совершенно, ну, на полном серьезе спрашивают, а вот вам это не страшно делать-то фестиваль-то? Ведь вас в любой момент могут посадить за это. А ведь вы это все делаете, это все незаконно. Я говорю, с чего это все незаконно? Ну, он говорит, ну как, это же панк, это же не может быть. У них сразу пустирайт на рубашке всплывает. Если вообще даже всплывает пустирайт. Не все знают тоже. Просто меня в свое время поразило, что они в итоге везде заявляют себя как панк-группа. Не, пустирайт, конечно, абсолютно я не собираюсь обсуждать их, как бы, позицию и политическую, это их личное дело, и обсуждать степень праведности или неправедности наказания над ними. Но сам факт вот их существования в музыкальном плане, репетиционном, конечно, очень сильно насрал всей нашей музыке. Ну, в том смысле, что они стали лицом. Ну, как бы, ну это как, знаете, если бы самой известной какой-нибудь россиянкой была бы какая-нибудь уродина там, да, то в мире был бы немножко другой стереотип по поводу русских женщин. Ну, вот, и, а это наше лицо, и как бы, и в среде профессионалов тоже. Я очень много говорил с людьми, там, даже, знаете, из Колумбии какими-то организаторами музыкальными, и они такие, типа, ну вот, да, и все время одна и та же история. Вот я вот сделал Pussy Riot, но это, конечно, очень плохо. Я говорю, чувак, а ты что ожидал? Ты что, ты не всматривался в это видео? Типа, ты там не заметил в видео, что они не очень умеют играть на инструментах? Ну, как арт-проект это все можно было бы обсуждать, но в музыкальном плане это не подсобило нам. То есть, что это стало лицом, которое еще придется поотмывать. Ну, правда, видимо, уже немного осталось, потому что на смену идут. На самом деле теперь новым лицом для широких масс становится группа Little Big, которая тоже, конечно, очень такая противоречивая в плане культурного наследия группа. Но зато это шаг вперед, согласись, по сравнению с тем, что вы только что обсуждали. Ну, блин, если куча дерьма шаг вперед по сравнению с болотом, то да, это шаг вперед. Но в любом случае группа Little Big заставляет себя уважать тем, что это определенный концептуальный артовый проект, который смеется над всеми стереотипами вокруг всего русского. И как бы в этом плане респект ему уважуха, потому что они прям очень хорошо высмеиваются. То есть, типа, если после знакомства с группой Little Big ты все еще как бы рассуждаешь стереотипами, типа, а вы все там водкой питаетесь на завтрак в России, ну, типа, ты сам понимаешь, что это бред. И они это своими клипами и своим вообще вот этим позиционированием, они это как бы супер классно высмеяли. Просто музыка мне не по душе, но я вам тут не какой-то центр. Но они зато собирают клубы реально везде, и в Европе, и в Штатах постоянно гастролируют. Ну, я имею в виду, что это… Селин Дион тоже собирает, и что теперь? Еще Стас Михайлов собирает. Ну, как бы и мало ли кто что там собирает. Нет, Стас Михайлов собирает англоязычную аудиторию. Вот почему. А что, не англоязычные люди не люди, что ли? К тому же, когда ты говоришь… К тому же, к тому же, к тому же, Little Big в основном популярна в не англоязычных странах. Ну да, в Европе. Во всяких, вот там, от Чехии до Франции и Испании. А Лисов, между прочим, периодически ходит на мои экскурсии. И даже вдохновившись ими в себя в Инстаграмчике, начал рассказать про Петербург. Я даже спрашивал, можно ли использовать мою информацию из себя. Я сказал, конечно, можно. Поэтому, Little Big – прекрасная группа, я считаю. Большой привет непосредственно моему замечательному экскурсанту из группы Дженейр, а также Little Big. Ну и слава Богу. Так вот, да, на самом деле, вот то, что ты мне сказал, я всегда привожу пример, как мне в Майами мы снимали там в доме комнату. И тоже владелец, молодой парень, когда он узнал, что у меня есть канал на YouTube, попросил там что-то показать. Вылез какой-то мой музыкальный видос, он спросил, а что, в России разве не запрещено законом снимать видео и выкладывать в интернет музыкальные? И он спрашивал на полном серьезе. И я вот как бы на него смотрел этот момент и думал, ну может он шутит? Нет, он не шутил, он как бы реально. На самом деле, я не очень понимаю, как это вообще получается. Я вот вроде бы время от времени смотрю иностранные новостные каналы. Они же у нас как-нибудь не запрещены и каким-то образом через всякие антенны ловятся. И там, конечно, демонизируются, но таким прямым текстом такая чушь там вроде бы как-то официально не говорится. Это уже люди, что называется, додумывают. Люди додумывают абсолютно. Ну, как и у нас, наверное, додумывают много чего. У нас уже есть какое-то представление об Америке, которое иногда абсолютно не имеет никакого соответствия истины. Ну, скорее, мне кажется, даже скорее о Европе, где у нас граждане думают, что там уже просто выходишь на улицу и турки тебя насилуют. А потом передают эстафету гомосексуалистам. Ну, безусловно, турки гомосексуалисты, скорее всего. Да, турки гомосексуалы надо говорить. Хорошо. Скажи, пожалуйста, твои выезжи по миру и по Европе, они же не только для развлечения, наслаждения и прочее. Это же еще твоя профессиональная деятельность. Ты постоянно ездишь, осматриваешь какие-то команды, чтобы потом их, может быть, пригласить и прочее. Такой вопрос из области корреспондента газеты «Комсомольская правда» в 1994 году. А куда вообще сейчас движется этот музыкальный процесс? Ну, да, я в основном езжу на всякие профессиональные форумы музыкальные, которые делаются для того, чтобы, ну, как так называемый шоу-кейс-фетивали, примерно так же, как я делаю в Москве «Москва Music Week», который делится на музыкальную конференцию и на шоу-кейсы, на которых молодые группы представляют свой материал для преимущественно профессионалов индустрии, ну, в принципе, там для всех, кто придет. Ну, это отличный способ, с одной стороны, нетворкинг со своими коллегами из других стран, такими же, как ты, либо букинг-агентами, у которых ты букируешь, извините за сленг, группы, покупаешь, короче говоря. Раньше это называлось «абонируешь», что же такое русское слово? Что ж, не ругайся, пожалуйста, на этот дом. Ну, это что, ты разве не абонируешь? Я сейчас запишу, конечно, и узнаю этимологию слова потом. Ну, или организаторами других фестивалей, либо людьми из каких-то культурных фондов, которые все это оплачивают. У нас таких нет, потому что у нас все деньги, которые выделяются на культуру, идут на настоящую культуру, балет, оперу. Кино достойнейшее. Кино, я думаю, нам стоит отдельно. Абсолютно. Ну, конечно же, балеты, опера и казачьи хоры. Ну, как бы все то, чем Россия славится и дальше должна славиться. Потому что, ну, как бы, что, как бы, они-то не меняют. Но мне ты «Килл и Джаз» рассказывала про своего Японии, как они там наблюдали, как разных музыкантов обхаживали их посольство и какое наполевательское отношение было к ним со стороны российского посольства. Вот, кстати, хотелось бы этот вопрос задать… Ну, тут дело не только в посольстве. Посольство… Я понимаю, что дело не только в этом. Посольство, оно почему не выделяет денег обычно, потому что… Нет, там дело не в деньгах, это дело в отношении просто. Ну, даже дело не в отношении. Посольство… Аташи по культуре в российском посольстве, он подчиняется МИДу. Да, это понятно. А МИД – это не Министерство культуры. То есть, в принципе, он там для красоты. Потому что МИД, естественно, культурой не занимается и никак не взаимодействует. Что такое Россотрудничество или как там, это вообще большой секрет. Ну, как бы… Я даже не знаю про такое Россотрудничество. Это есть. У него вон в Париже отгрохали гигантский центр русской культуры. Или, например, в Любляне, в Словении… Да, русская культура – центр. Это храм, который стоит и рядом… Да, что-то там, как бы, да, ну, можно там, не знаю, загуглить. Там открыли, да, большой очень. Потом, вот, например, есть… Я говорю, в центре Любляни, прям, где две… Развилка двух главных пешеходных улиц. Там даже ни одного посольства нет. Потому что слишком жирно для посольства. Там ратуша, типа… И почему-то центр русской культуры стоит. Который, по-одному, богу известно, чем занимается. Причем он бы, может быть, и рад. Я даже видел каких-то людей оттуда, но у них нет там полномочий, денег и… Вот давай на эту тему поговорим. Потому что я в свое время помню еще, когда я давно был «Юный Молд». У меня был в руках диск финской метал-группы. Я уж не помню, какой. Там было написано, что это выпущено при поддержке, как бы… «Мьюзик Финланд». Нет, там даже не «Мьюзик Финланд» было. Там были какие-то более серьезные структуры. И я поразился, что государство выделяет деньги… На металл. Ну, вообще на музыку, которая по идее… Она абсолютно экспортная. Потому что они на английском, естественно, все это модное и прочее. И тут же я перевел стрелки на рельсы, на свои отечественные. Коряло сказал, неважно, вы поняли. Расскажи вообще, как в ряде страны с этим делом стоит, как страны пытаются продвигать свои культурные продукты, не только казачьи хоры, оперу и прочее, но и современную культуру. Ну, бывает, наверное, что-то вроде двух-трех типов поддержки у различных стран. Бывают, вот как в Финляндии, или в Эстонии, или в некоторых других странах, когда местные лейблы скидываются деньгами и поддерживают местного производителя. Вот «Мьюзик Финланд» такая организация, она получает какое-то количество денег от государства, но этих денег хватает только на то, чтобы содержать аппарат, несколько человек, офис в течение года. Что тоже неплохо, кстати. Но это минимальная часть, большая часть – это лейблы финские. При том, что я, честно говоря, ни одного финского лейбла не знаю. То есть, это не какие-то гигантские корпорации, которые отстегивают копейку, и уже, вроде как, много денег. Нет. Учитывая, что в Финляндии вообще 5 миллионов живет? Да. Небольшой райончик Москвы как бы. Ну, да. Но это все равно рынок. Мы неправильно думаем, когда мы сравниваем, типа, в Финляндии 5 миллионов и в Петербурге 5 миллионов, значит, это одинаковые по размеру рынки. Нет. Это все равно другой рынок. Он там в каком-то смысле больше, потому что денег больше и так далее. Но… И потом он распространяется все-таки из ареала Финляндии автоматически. Ну, да. Ну, как-то да. Потом существуют организации, как, например, в Германии Гетт Институт, или в Великобритании British Council, или в Финляндии… Ой, или во Франции… Не помню, как он там называется. Алинас Францес, по-моему, называется. Да-да-да. Что-то в этом духе. Которые именно государству дают деньги, и они уже там дальше их разбазаривают. И, кстати, во Франции это именно при Министерстве иностранных дел. То есть, вот… Может быть. British Council не думает, что при Министерстве иностранных дел, но точно они работают с посольством как-то там активно, посольствами. Ну, вот. А бывает еще третий тип. Это как, например… Например, в Дании там нет… И в Швейцарии, по-моему, нет ни того, ни другого типа финансирования. Но там есть просто культурные фонды неправительственные, которые, я думаю, из разных структур берут деньги. Может быть, тоже у государства, но это иначе. Они как-то там не контролируются, еще что-то. Ну, и они там разбазаривают по-своему деньги. Кстати говоря, действительно многие из этих организаций, я не буду указывать кто, но вот я вот прям чувствую, что они прям разбазаривают деньги. Ну, то есть, прям не очень без мозгов. Налогоплательщики этих стран не были бы счастливы, если бы узнали бы как… Причем, я не думаю, что это преднамеренное какое-то воровство. Это просто… Отсутствие компетенции, наверное, какой-то. Это просто… Где-то отсутствие компетенции, где-то разгильдяйство, где-то непрофессионализм, там… Ну, просто, типа, бабки есть, надо их быстро освоить. Ну, вот. На кого? Ну, вот на первых попавшихся. Вот даже в Люксембурге есть подобная организация. Представляете, по какому принципу эта организация? Ну, в общем, в принципе, почти любой человек в Люксембурге, который заявляет о том, что он занимается музыкой, может всю дорогу, в общем, кормиться этим. В Норвегии, в пол Берлина… Ну, это я как-то утрирую, но очень много, например, в Берлине музыкантов норвежских живет, которые… Просто они получают деньги за тот факт, что они являются музыкантами. И, ну, естественно, Норвегия – дорогая страна. Зачем там тратить свои эти стипендии, когда можно их в более дешевых местах разбирать? Но у нас нет ни того, ни другого, ни третьего. У нас тоже совершенно точно выделяются деньги на культуру. Но они все в руках одних и тех же дирижеров, балерунов и прочих казачьих хоров. С одной стороны, понятно дело, что классическую музыку, наверное, надо поддерживать. И вообще, в первую очередь, надо поддерживать ту музыку, которая несет максимальную какую-то культурную… какую-то важность, не знаю… Кондо. Не знаю, авангардную какую-то музыку. В общем, музыку не совсем для всех, которая так сама, может быть, не выживет. Но не только же. Особенно… Меня больше всего удивляет, что у нас государство ведет непрекращающуюся какую-то пропагандистскую войну. Прекрасный телеканал «Rush Today» спонсирует. Я, кстати, причем не собираюсь высказывать, надо, нужен он, не нужен. Наверное, нужен. Не знаю. Не мне, но может быть. Это другая дискуссия. Но в это же время не делает ровным счетом ничего, чтобы показать миру тот факт, что у нас не папуасы на балалайках играют. Кстати, ничего я против папуасов не имею. И балалайк тоже ничего не имею. Но просто, типа, это не работает. Но этот имидж, который не мы выстроили, но мы его абсолютно не опровергаем, он не работает на благо. Скажи еще, пожалуйста, такой момент. Ты, когда ездишь по миру, ну вы же там все-таки за рюмкой чая обсуждаете не только музыкальные дела, а еще вообще, в принципе, там за жизнь трете и, может быть, иногда даже касаетесь, прости господи, политических каких-то аспектов в своей беседе. С какими ты моментами сталкивался с такими, что ты думал, блин, ну как вообще так? Ну, на самом деле, я не могу сказать, что... За исключением того случая, когда на шоукейс-фестивале и конференции под звучным названием «Мент» в Словении я чуть не подрался с каким-то британским журналистом, который, ну как бы, перебрал несколько. И он очень усиленно пытался донести до меня, что либо дело обстоит так, как он это как бы заявляет, либо я как бы агент путинского влияния. А обстоит, естественно, ну так, что, ну как бы, сатанизм, работорговля и пренебрежение к правам музыкантов и так далее, так далее. Ну, в общем, какая-то ахинея, на самом деле. Я тоже был не то, чтобы трезв и пытаешься уже несколько лет прошло, а пытаешься такие вещи забыть, естественно. Ну, помню, какой был неадекват, и очень долго, и все это, в конце концов, чуть не закончилось мордобоем. Но за исключением этого случая не могу сказать, что это прям, ну люди, люди адекватно совершенно задают вопросы, именно профессионалы. Типа, а у вас вот как? А что? Очень интересно узнать, а как оно на самом деле? И плюс, ну как бы, музыка сама за себя говорит, сейчас эти все шоуки из фестиваля, с исключением одного, о котором мы поговорим позже, они наводнены российскими группами, и они все на уровень выше и интересней своих зарубежных аналогов, зачастую. И, ну, как ты видишь группу Short Paris, ты понимаешь, что, наверное, если мужчины на сцене так могут себя вести, то, наверное, не так уж всей паструнки ходят в стране, а особенно еще есть у них такие провокционные клипы. Ну, кстати, за них надо порадоваться. Я запомнил эту фразу, которую он тебе сказал, приезжай-ка мне домой, я накормлюсь макаронами. Степа там запилил, что-то, какие-то индюшачьи сердечки, там еще еще какой-то обед. Но зато, я думаю, он уже может добавить миска в макароны, когда ты к нему выедешь. Я думаю, что уже икорки разных цветов. Потому что группа действительно сейчас одна из самых востребованных живых групп в Европе. И, ну, как бы, крупнейшие букинг-агентства Европы нешуточные к ним интерес проявляют. И сейчас идет определенная борьба. Потому что это действительно, как бы, уникальная группа. И не они одни. Вот, скажи, пожалуйста, я понимаю, что это тоже вопрос из области такого партийного работника. Но, тем не менее, что значит интересная группа, что значит интересный проект? То есть, какими критериями вообще? Ну, вот, профессионалы музыкальной индустрии. Вот ты приезжаешь на фестиваль. Там ту его куча исполнителей, да, всяких разных. Один читает рэп, другой, значит, не знаю, на запилу и на скрипке играет. Как ты оцениваешь, как ты вычленяешь? Ну, я понимаю, что есть критерии нравится-не нравится, но все равно. Да, да. Ну, критерий нравится-нравится, он имеет место быть. Ну, конечно, он ключевой, конечно. Он ключевой, но люди смотрят, и они понимают, что может продать и что может задеть. Ну, как бы, разные же промоутеры. Есть концертный промоутер, который типа, о, я хочу сделать этой группе тур, я хочу сделать этой группе концерт. Он больше думает о том, сколько эта группа продаст мне билетов. Понятное дело, что безызвестная группа из России, какая бы крутая она ни была, или не из России, она может быть из Монголии, из Китая, даже Англии она может быть. Ну, и вот, у которой пока что нету прессы никакой, пресса как неудительно еще играет роль. То есть, типа, у нас уже мы живем в обществе, как бы, пост в контактном, где типа, либо ты вбрасываешь свою музыку в интернет, и она либо там зацепила всех в YouTube, либо нет. У них почему-то мнение прессы все еще играет большую роль, особенно для андеграундной музыки. Ну, типа, независимой, не очень попсовой. Потому что существует, ну, то есть, существует также какая-то поп-музыка, где там они лайки считают. И когда они все-то, вот перед тобой выступает некий коллектив, первым делом ты думаешь, так, может ли это продать. Во вторую очередь, ты смотришь на господ журналистов, как на их реакцию. Еще до того, как они что-то написали, а теперь очень быстро происходит. То есть, это буквально в смысле, на вот подобных мероприятиях представители всяких вот этих модных, в основном британских сайтов, они не дожидаются, пока они приедут домой. Только у нас так еще, вот журналисты делают, они такие думают, вот меня вывезли. Ну, вот я посмотрю, а потом я вернусь и почешу себя тут и, может быть, что-нибудь напишу. Ничего, они в буквальном смысле идут, как бы как протрезвели утром, так все как бы уже написали. И уже все это вышло. Прямо сразу. Ну, соответственно, если хвалебные вот эти вот статьи в большом количестве, значит, что уже, возможно, этот артист может и сольно продать. Ну, а если ты фестивальный организатор, фестивальный организатор, он работает наперед, он думает так. У меня на фестивале должны быть крутые группы, которые, ну, по крайней мере так, независимые фестивали рассмышляют. Не те, которые Live Nation принадлежат, а какие-то крутые, независимые. Независимые фестивали – это не обязательно маленькие. Гластенбери тоже независимый фестиваль, если что. Но вот они думают, у них есть артисты, которые продают билеты. Ну, там условные хедлайнеры а-ля Chemical Brothers. А есть все остальные группы, которые формируют лайнап остальной. И эти группы, они могут быть не очень известные. Ну, а ты берешь вот какой-нибудь фестиваль Офф, Погода, или там Легис Ху, или еще какие-нибудь там европейские фестивали, такие как бы уважаемые, но вроде достаточно андеграундные. Но все равно многотысячные, типа там 30 тысяч человек, 40 тысяч человек. Ну, или 20, там на худой конец. И ты смотришь лайнап позапозапрошлого года и такой, нифига себе. А на самом деле, вполне возможно, тогда это были еще малоизвестные группы. Ну, и твоя, естественно, цель – забукировать за полгода… Того, кто может попереть. Кого может попереть. Если тебе совсем повезет, то он даже в эти полгода попрет. А если нет, то он попрет чуть позже. Но все равно на твоем фестивале все ты увидишь. И на следующий год люди будут заранее покупать билеты на твой фестиваль, потому что знают, что там будет вот что-то самое-самое актуальное. И в данном случае можно быть, в принципе, совсем малоизвестной группой из Улюпинска. Но показав себя суперкруто на сцене и какой-то материал продемонстрировав, что ты уже заранее, задолго до получишь все вот эти приглашения на фестивале. А фестивальный бизнес растет в Европе и в России тоже, но в Европе особенно. как бы супер какими-то много... какими-то стопами жуткими. А как попадать молодым начинающим музыкантам на такие шоукейсы? Ну, это лестницы. Это как попасть на верхний этаж дома. Ну, надо сначала дверь открыть, потом надо по лестнице прокатиться. Если у тебя есть возможность, то на лифте. Как бы разные. Ну, а кто стоя возле парадной? Просто, типа, никто тебя не занесет на крышу. Просто так. Ну, надо сначала, по-хорошему, надо сначала в России на подобных ивентах себя продвинуть. А потом, ну, либо можно гипотетически в обход, но это будет сложнее. То есть, как, например... Вообще, надо подавать заявки. Их очень много сейчас, таких мероприятий. Они, в основном, проходят в период с сентября по декабрь. По началу декабря. С начала сентября по началу декабря. И потом, начиная с Евросоника, который в середине января начинается, куда российским группам с 2014 года вход закрыт. Почему? Ну, вот так. Это, типа, политика такая, да? Они говорят, что дело не в политике. Но почему-то именно вот в 2014 году... Интересно, такая дата странная. ...какая-то странная. Вот произошел какой-то вот такой вот момент, никому не понятный. И Евросоник, который субсидируется во многом из евросоюзовских каких-то культурных организаций, почему-то заявил, что Россия не является частью какой-то организации Creative Europe. И поэтому не может участвовать. Но при этом Белоруссия, Турция, Украина и Македония с Албаней тоже не являются частью Creative Europe. И почему-то участвуют. И Израиль тоже. Или Израиль тоже не может участвовать. Там какой-то момент тоже есть. Кто-то еще тоже есть обиженный. И при этом абсолютно не объясняется, как стать частью креативной Европы. Вот непонятно. Интересная группа из Исландии вдруг появилась бы с названием The Crimea. Попала бы? Я думаю, что без проблем. Тут больше всего меня интересен вопрос. Существует... Я не буду называть имен, а то потом еще окажется, что я навредил человеку. Но есть, например, ряд артистов в России, которые являются беженцами из Донбасса. И, соответственно, счастливые обладатели украинских паспортов. И они могут участвовать или нет? Нет. А еще есть группа PASSAJ. Там вокалист, счастливый обладатель нескольких паспортов стран бывшей Югославии. А российского у него даже нет. Можно как-то выехать на теме того, что это сербская группа и принять такие участия? А не PASSAJ, я думал, а не PASSAJ. PASSAJ – это посевский паспорт. Да, понятно. Раньше и по-хорватски тоже был. Давай тогда перейдем уже к жирной финалочке. Потому что во всей этой истории есть свой такой столб российский под названием «Фестиваль Боль». Расскажи пару слов вообще, на каком уровне прошел последний фестиваль, как ты к этому пришел и к чему ты будешь двигаться в следующем году? Ну, фестиваль «Боль» я в свое время действительно его придумал, но уже несколько лет я его делаю не один. Я делаю его с партнерами, без которых он был бы сейчас уже невозможен. Потому что в какой-то момент по различным причинам мне стало уже слишком тяжело делать одному. Ну, я не знаю, тяжело себя как-то хвалить. Ой, ты такой хороший промоутер, вообще такой отличный фестиваль, такая лапочка, таких группы собирает, музыкантов приглашает. Вот у нас тут почти почти. Это можно будет вырезать? Ну, фестиваль, типа, я доволен очень. И все в руках довольны. С коммерческой точки зрения он, как тебе, помогает? Помогает. В этом нелегком мире он с недавних пор стал помогать, да. Но ведь просто долгое время… Долгое время он намешал жить и тащил в обратную сторону прорубь. Но сейчас появился просто какой-то опыт, и можно избежать ненужных трат. Просто это разговор про поводу того, что надо не стоять возле двери, а надо ее открыть, начинать подниматься по лестнице. Я считаю, что когда я начинал свою деятельность концертным организатором 11 лет назад, или даже больше, скоро будет 12, я не мог даже представить и понадеяться, что рынок… Бог с ним с рынком. Можно сказать, что и рынок настолько дорос экономически, что вот мы на том этапе, на котором мы есть. Я бы даже как-то на это смотрю более идеалистично, что созреть такое поколение, которое будет настолько вдохновлять все это делать. Потому что не секрет, что все группы, которые приезжают в Россию выступают в полном вообще шоке, восторге от того, какие сопереживания там происходят во время выступлений, какая атмосфера… Как все организовано. Да. Ну, все организовано будет по-разному. И организовано может быть и среднее, и там может быть… Знаете, на Западе тоже все здорово организовано. Но не всегда есть вот эта атмосфера. У меня вообще есть определенная теория того, почему… Одна из причин, почему вот сейчас концертный рынок так вырос, фестивальный. И вообще культура там взрывается. И она взрывается не только в сфере музыки, а в сфере театра там… Там какого-нибудь и так далее, и так далее. Даже экскурсии те поперли везде. Все на экскурсии прут. Я вот у тебя был и типа… Ну, как бы… Где-то такое видно было, что экскурсовод был как рок-звезда. Ну, 10 лет назад тут вообще шаром по катю было в Москве. Ну, как бы экскурсовод, типа… Типа я помню видео, я смотрел какое-то, знаешь, в начале 90-х, ну, не знаю, наверное, лет 12 мне может было, середина 90-х. По телеку в какой-то передаче показывали какого-то… Ну, называю вещи своими именами бомжа. Какого-то человека, он какой-то алкаш или, не понимаю, он уже лишился дома или нет. Да. С какой-то там бородавкой, относительно молодой мужик. И он говорит, вот меня бы вот закодировали бы, языку бы научили, и я бы вот иностранцам бы экскурсии бы водил. Понимаешь? Понимаешь? И я вот даже в свои 11 лет смотрю это и, как бы, я так и думаю, вот, да, совсем экскурсию собрался. И мама моя тоже такая, типа, знаешь, такая, господи мне. И вот, понимаешь, вот тогда быть экскурсоводом – это вот мечта, вот, что алкаша была. Ну, вот. Да и все остальное, как бы, историком тоже, знаешь, я вот, например, очень увлекался историей в детстве. Но, когда я, типа, в школе, или археологии, просто заявил на каком-то уроке, что я бы хотел стать археологом или историком, мне просто смотрели, как на какой-то, типа, что? А теперь вот некоторые товарищи, ну, просто уже сформировавшиеся рок-звезды, уже, знаешь, что некоторые из них, как группа «Оазис» и группа «Блёр», по-моему, скоро будут сражаться на ножах. И их поклонники вместе с ними. Причем, непонятно даже, какие… Причем играют все в одном жанре. Как это долго было сказано. Как же, так, про теорию. Про теорию. Ты начал с теорией. Да, теория. Я, вроде бы, не являюсь поклонником теории Гумилёва про пассионарность. Ну, то есть, типа, она явно какая-то такая очень сшита белыми нитками. Притянута за уши. Притянута за уши и так далее, и так далее. Но, если мы просто берем ее, как теорию, без… Безотносительно того, что это постоянно у всех там происходит, и роль там разных наций в этом всем. Вот, вот, просто, просто как теория. Что такое, якобы, вот, что пассионарии, они вообще существуют. Что есть люди просто, вот, от которых очень много passion в сердце. И время от времени они… их будоражат. То совершенно точно есть ощущение, что мы живем в такую эпоху. Вообще, в принципе. В эпоху пассионарии. И эти пассионарии, вот, они сами вот не понимают. Они ходят по улицам, заряженные, как на наркотиках каких-то. И им надо что-то обязательно творить срочно. Им надо срочно… Ну, конечно, не всем повально, но многим. Им надо срочно выйти либо на какой-то пикет. Как бы, повод не так важен. Надо действовать. Потом им надо обязательно всем в рок-группе играть. Обязательно всем надо быть дизайнерами. Обязательно у всех должно быть хобби, связанное с чем-то. Если само не рисуется, то надо срочно идти на курсы. Если само не поется, то надо, опять-таки, на курсы. Либо надо просто ходить бесконечно на лекции, чтобы забивать голову, мозги чем-то. А там оно само как-нибудь что-то взорвет. То есть, никто не может сидеть спокойно на заднице. И… А если… Ну, и как бы, хотя бы уж на концерты ходить точно надо. Просто так дома слушать музыку тоже неинтересно. Иначе я не могу объяснить, почему… Я вот, например, недавно был на концерте группы «Шивонс Ревенч». Ну, это был «Солдау», там, не знаю, тысяча человек. Я чуть не помню, чтобы десять лет назад стук народа был на них. Можно было бы предположить, что за эти десять лет у них набралось много поклонников. Но если эти поклонники все набрались за десять лет, а почему средний возраст был где-то 35 на концерте? То есть, они… Это те самые, которые действительно… Слушай, ну, действительно, все были какие-то ленивенькие. Что-то вот это вот, как бы… Ну, вот идти, там же громко, там это самое… В гардероб сдавать одежду. Ну… Ну, дано. Есть диск и нормально. Ну, как бы это… А теперь все эти люди после тридцати, все те, кому я в течение двенадцати лет пытался продать билет, и уже на них плюнул еще пять лет назад. И уже давно продаю билеты людям гораздо младше и активнее, чем вот эти. И вдруг у меня же на фестивале «Боль», которое еще два года назад все говорили, что это фестиваль для подростков. Ну, это было уже тогда преувеличение. Но все же, как бы… Действительно, средний возраст был гораздо ниже, чем тридцать лет. И вдруг я вижу толпы вполне себе взрослых людей, которым вдруг стало интересно. И они все ходят, изучают, изучают, слушают. Причем искренне же, ведь они же не просто на хинлайнера приходят, на некую там одну группу крупными буквами в лайнапе. Они приходят уже в два часа дня или в час, и ходят по всем вот этим самым маленьким зальчикам, и везде все переполнено, и как бы… То есть действительно наблюдается определенный какой-то вот этот вот пассионарный взрыв какой-то. Просто он в том числе вот в концертной какой-то, фестивальной, и вообще в целом музыкальной какой-то индустрии тоже отражается. И мне очень интересно, куда это все нас ведет, к чему это все… К счастью и процветанию, к следующему фестивалю «Боль», я думаю, это все нас ведет. Ну, я не знаю насчет следующего… Да камон! Ну, в смысле, что типа он будет каждый год-то, конечно, но… Здесь… Тут нет… Фестиваль «Боль» просто появился в правильном месте в правильное время. Как и все эти группы тоже появились в правильном месте в правильное время. Но они появились, потому что произошло вот это вот все брожение. Потому что надо понимать, что, по идее, предпосылок к этому не было. Потому что людей моего, твоего поколения их гораздо больше, чем… Мы как бы поколение, ну, бэйби-бума 80-х. Вот он там, в начале 80-х начался бэйби-бум, и пик его 90-й год. Как ни удивительно. Я не совсем представляю, почему, но… И, соответственно… Жрать было нечего, все трахались. Ну, жрать было достаточно, видимо, чтобы… Я утрирую, под словом «жрать нечего», я имею в виду круг, возможности интереса. Ну, в общем, и плодили, плодили, плодили детей тоже. Ну, в общем, и вот этого поколения его дофига. Но, когда я, например, учился в институте, никто не ходил на концерты. Я-то сам не ходил. Это было, ну, не знаю, типа… Это было какое-то девиантное поведение. Ну, что-то… Я пошел на концерт. Ну, это как, если бы я сказал, я пошел в бордель. Не знаю. Или нет. Бордель как-то даже лучше. Как если бы я пошел, погуляю по фавелам. Типа, вот как… Как-то так вот это вот. И, несмотря на то, что было дофига молодежи, но она, как бы, не занималась этим. И она думала о том, сначала, как выжить. Ну, на самом деле… А потом, как… Мне кажется, это немножко повторение. Это очень напоминает мне как раз в 90-е. По части интереса к культурным событиям и движухе. Потому что в 90-е, если вспоминать там легендарный клуб «Там-там», туда многие приходили не на группы, туда многие приходили в «Там-там». потому что вот их туда вот прям перло. Вот был вот такой… Да, но «Там-там» был один такой. Ну, да. Может быть, еще был… Знаешь, все эти нелегкие махровые годы, как бы, когда вроде… Когда было ощущение, что мы живем не в 12-миллионной Москве или 6-миллионном Петербурге, а в каком-то… Ну, в каком-то средней руке европейском городе, где можно с горя пополам на какой-нибудь модной группе набрать людей, например, как в «Антверпене» какому-нибудь можно набрать, в котором и миллионы не живет. Ну, то есть, в прямом смысле этого слова. Я был с разницей в две недели на концерте в «Антверпене», одного и тоже исполнителя зарубежного, и в Москве. Ну, примерно одинаковые качества людей. Только в Москве атмосфера получше. Ну, какие-то бодренькие все. А так… Всегда, конечно, культура, она никогда не умирает полностью. Она всегда… Прекрасная. Она всегда… Какой-то очаг ее будет всегда. Будь то это такой вот клуб… А в Москве там какой-нибудь клуб «Китайский летчик» Джао Дао вот такой вот был. Таких размеров. Которым тоже самое все. Крис жанра. Который… Как эта комната. Ну… Да… А сейчас это несколько иначе происходит. Сейчас другие проблемы. Сейчас проблемы… Сейчас нет клубов или их очень мало, потому что они… Экономическая ситуация и экономическая модель не позволяют. Потому что… Это только кажется, что клуб – это весело и бодро. И способ заработать деньги. Нет. Способ их… Как бы продуть. Ну да. Потому что очень много затрат. Очень много рисков. У меня был недавно опыт. У меня, да. Был недавно опыт с товарищами. У нас был клуб «Плутон». Прям «Платон» называй. Не, не «Платон», «Плутон». По определенной ассоциации, да. Клуб «Плутон». Да. И как бы… Ну, это… Это тихий ужас. Ну, во-первых, все пытаются тебе помешать. Жильцы, государство. Наши прекрасные, коррумпируемые. Понимаешь? Каждый… И типа, они же искренне не понимают. Они же ведь думают, что когда они на ровном месте штрафуют тебя, например, на полмиллиона рублей, то ты, дурак, таким образом поймешь, что пора делиться. Угу. И в следующий раз эти полмиллиона там не будешь штрафом платить, а половину дамешь им лично в карман. И когда выясняется, что из-за подобного штрафа ты просто закрываешься, банкротишься… Они такие… Вы что? Ну, как же так-то? Мы же только это… Только-только начали… Как это? Мы только подошли к этому моменту. А вы что тут все это время не гребли, что ли, баблок лопатой? Так все говорят, что у вас торчков дофига. Так это не вы продавали наркотики? А кто? Клуб. Они сами? Ну, вообще, валахи. Ну, вот, понимаешь, вот такой менталитет, такое понимание. Ну, то есть, я никому не советую открывать клуб. Пока это не будет субсидироваться государством, а это будет субсидироваться государством, когда кто-нибудь наконец-таки поймет, что вот эти все лозунги про то, что Москва должна быть туристически привлекательной, модной и все такое, что как-то надо помогать этому. Помогать надо не только каким-нибудь нефтяным компаниям, которые случайно по дороге разлили немножко нефти, и у них убытки, и им нужны субсидии из бюджета. Или каким-нибудь банкам, которые там кто-то немножко разворовал, и надо там санацию произвести. Ну, естественно, из бюджета какого-нибудь. Помогать надо всем, остальным. Что если человек чем-то торгует развлекательным, то это значит, что совершенно не обязательно, что он что-то гребет. Потому что это просто дорогой бизнес. На самом деле, я бы с удовольствием никакого алкоголя в заведениях не продавал бы. Потому что это такой геморрой. Ну, реально. Приходят люди, они его там пьют. Понимаешь? Не дай бог еще кто-то пьянеет. Почему-нибудь там харч метнет где-то. Ну, вот. Выйдет, нагорланит что-то там. Гораздо было бы удобней, чтобы все приходили просто, как в консерваторию. Просто послушали и ушли. И, кстати, многие у нас так и делают. По причине хотя бы даже отсутствия бабла у них лишнего. Молодежь, например, мало пьет. Но так не получается. Понимаешь? Типа люди не готовы идти на рок, рэп или какую угодно даже самую авангардную музыку без того, чтобы прибухнуть. И если у тебя этого бухла нет, то они задумаются идти к тебе или нет. Потому что как-то грустно. Ну, как бы жизнь. Они весь день работают, чтобы вечерком иметь право немножко опрокинуть. И поэтому приходится. И самое главное, что если ты им не будешь продавать это дело, то вообще нет. Ну, типа, ты никогда не сможешь окупить пространство. Потому что продажа билетов, это, во-первых, а, мало денег, а, б, эти деньги в основном все-таки идут артисту. Ну, если ты уж совсем не барыга какой-то, но ты попробуй сейчас все музыканты, в том числе с нашей подачей. Потому что, Илья, мы же все-таки на каком-нибудь Moscow Music Week на лекциях воспитываем, как-то учим группы себя самих менеджерить хотя бы минимальным образом. Все-таки большая часть денег идет им. А те минимальные. Ну, а аренда, сами знаете. Как бы, если в Питере еще как-то можно андеграундный клуб содержать, потому что это не совсем конских каких-то денег еще стоит. Ну, и то тяжело. Потому что все же тоже дешевле. Но как-то еще можно соизмеримо. То в Москве просто, ну, аренда помещений, она все время с учетом того, что кто-то собирается здесь открыть банк. Или офис нефтяной какой-то корпорации. А если ты вдруг хочешь что-то другое открыть, ну, это, как говорится, твои проблемы. А я, не, ну, как бы, товарищи, эти арендаторы, они, как бы, они готовы подождать свой банк, понимаешь? Чем они и занимаются. Ну, вот и... Ладно. В общем, Степа, спасибо большое за беседу такую содержательную. И столько всего скрылось интересного. Сейчас будет небольшой анонс от меня лично. На этом все. Тебе успехов творческих, различных и прочих. Спасибо. Много хороших, интересных групп, проектов. Вы оставляйте комментарии, там задавайте вопросы. Увидимся. Пока.